Продолжение следует... 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 Видите, какие ситуации? Ну, что там рядом священника? Найди, где в храм пойди. И поближе будь к нему. И заранее молись, чтобы через этого священника Бог ответил тебе, как поступить. Это рядом. И с такой дали. Я могу один совет давать. Молчи и молись. Но жена должна слушать мужа, да? Должна это... Один вопрос. Она не слушается. Она должна. Ей надо сказать, она не слушается. Она так воспитана или характер такой у нее. Ну что, не разводиться же. А если на меня очень сварится, что мне, как мне быть? Молчать? Коротко молчать. Не говори ничего. Помолись и все. В глаза не смотри никогда. Не будь таким дерзким. Опусти глаза. Вот есть такой фильм. Исфирь. Их там учили как. Или Иосиф. И он проданный в рабство. Он стоит. И он его палочка берет. Вот этот подошел. Вот так палочка поднял. Смотри на меня. Тогда он взглянул на него. Это в Египте так было. Это было в ассирийском государстве. Знали. Стой смиренно. Опусти глаза долу. Долу. То есть вниз. Развивай в себе послушание и смирение. Ваша доля такая. А не так я хочу. Но надо усмирить себя. Довериться Богу. Хорошо, когда хорошие наставники есть. Вот вы пойдите там в храм. Где-нибудь. Ну посмотрите. Просто на месте надо. Если Господь к вам благоволит. Он обязательно вам даст хорошего духовника. Называется духовник. Посоветоваться. Пришел вместе. Попроси помолиться за вас. И сам где не встань в уголок. Нигде не лезь. Не мельтешись перед глазами. Ты помолись. И посмотри на лики святых икон. Сколько там доброты. Кротости. И душа утешится. А сам свое дело делай. Вставай раньше. Работай, говорит, до седьмого пота. И Господь как-то усмотрит. Они, глядя на тебя, и сами могут измениться. У меня вот отец, он и выпивал, и матерился. И, ну, такой был, говорит, так, крутой. Ну, и как-то выпивали. А его кто-то поддел там отца. Он очень сильный такой был. Хотя без руки с фронта. А что у тебя сын-то он? Дескать, верующий. С ума сошел. Отца это он. Я у него был как любимый сын. У него пять сыновей, пять дочерей у отца. И он им сразу подоткнул. Если уж верить, то верьте, как мой сын. Ну, то есть, бескомпромиссно. Я иду на страдания и везде. Вот, видишь как. То есть, он был против. Я в стихотворении как-то написал, как в басне. Надо бы наш беде случиться. Служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом. А я нашел воскресшего Христа. Это я отцу писал стихотворение. Видишь как. Он думал, что я буду начальник, а остальным детям помогу поднять на ноги их. А получилось, что я оказался не таким, как он думал. Я пошел, избрал путь Христов. Путь страдания, поношения. Для отца-то было обидно, конечно. Теперь-то, когда отца уже нет, я все вспоминаю. Ничего же не вернешь. Ни матери, никого нет. У меня один раз было, я сидел, книжку считал на улице. А уже большой был. Наверное, мне лет 16, 10 класс заканчивал. И далеко там у нас было такое, называлось Рига. Рига-Авин. Ну, вот как шатер, как крыша. Крыша одна стоит, но до пола не достает. А там пшеница, чтобы проветривалась. Ну, и там провеют, отходы дают курицами. И они с отцом везли. Весна помню. А я их видел, они везут. Я побежал, когда уже половина расстояния осталась. Может быть, метров 100. А везли они отходы. Отходы это отвеянное курицам. Я себе простить этого не мог. Почему я раньше не побежал? Я себя сам наказал. Я лет 10 яйца куриные не ел. Я всегда накладывал на себя эпитемию. На Пасху съем, чтобы разговеть. А круглый год не беру. Видишь, как Господь делает. Это совесть. Кажется, ничего особенного тут и нету. Там каких-то 100 метров. Они на санках везли, они бы довезли. А совесть меня сильно уязвила. Если дают поручения, слушать, исполнять. А если вот матерь у меня очень много дает поручений, каждый день. Исполняй. Ты можешь исполнять и молиться идти дорогой. Какие поручения? Дома делать. Научись делать все быстро, качественно, красиво. И самый момент такой, если мать из тебя что-то требует, значит, это хорошая мать. Плохая мать не будет требовать. Она где-то валяться будет. Значит, она тебя любит. Хочет, чтобы ты был настоящим, самостоятельным мужчиной. Не подкаблучником. Если мужчина подкаблучник, что женщина скажет, он делает. Я не говорю о матери, а о жене. Там ничего путного нет. Пирамида перевернутая. Видишь, я много с людьми сообщаюсь. У меня такие вопросы, вот неполадки в семье. Постоянно вопросы эти задают. И не решишь никак. Вот он изменяет. Изменяет? Ну, то есть, чужой женщине ходит. Ты точно знаешь, да? Точно знаю. Ну, согласно 19 главы Евангелия от Матфея, ты можешь его оставить. Но до его смерти замуж не выходить, пока он не умрет. Тебе это надо. А Василий Великий говорит, хотя и имеешь право развестись, но мы совета такого не даем. Перетерпи. Наладится все, может быть. Ты молись. Там прогорит, все это дело уйдет. И он, мужчина, себя тише будет вести. Ну, вот это действительно совет. Хорош. У меня как-то в семье особо, что мама не ладит с бабушкой, мама не ладит с отцом, мама не ладит с дочерью, вернее, не разговаривает. Вот, очень такая мама сваривая, очень такая, ну, она конфликтная очень. Я как-то, я не хочу осудить, но не получается у нее в семье ни с кем вот так. И мама очень часто уезжает за границу в Польше на заработки. Вот, так, блин, утекает, бежит от дома, наверное, так смотрю. Не знаю. Ну, как-то в семье особо с отцом. Сейчас в молодости, я постоянно ссорилась, я постоянно то расходились, то сходились. И не было никакой семьи. Ну, как-то так. Конечно, у меня опыта такого нету с такой матерью. У меня мать была очень кроткая. Чтобы она поперек отца стояла, этого никогда не было. Поэтому остальное, опыт не мой, не пережитый. Я видел других, много читал об этом. Я могу совет давать, но этот совет мой, он не пережитый мною. Но я рассматриваю в таком плане, что мама с тебя не сваривая, скажем, а так, строгая. И она в людях видит какие-то непорядки и желает исправить. Я как бы за нее. Она не безразлична, даже можно это смело сказать. Ну, а ты-то выбери такой момент. Где-то, когда ты будешь рядом, подними, поднимись, подойди почаще. Прочитай стихотворение, может, а сам молись все время. Обними ее, поцелуй, скажи, мама, ты на меня научи быть самому себе строгим. А то вот я какой-то из-за этого молодой, ты бы мог сейчас уже языка два учить. Сейчас потребуется китайский язык. Потому что обстановка такая китайский, там он английский может быть. То есть себя все время надо занимать. Изучай все и природу, и считай больше. И главное, находи укромный уголок, где можно помолиться. Уйди где-нибудь там, чувальчик себе найди, где лишь бы стоять можно было. Вот. И семь раз в день хотя бы становись на молитву. Три святое и сто поклонов. Три святое. Посмотри, молитвословие там написано. Я говорю, вот это вот мной испытано уже. Просто испытано. Вот у меня отец был такой, он очень серьезный. И поэтому трудно было найти общий язык. А Господь давал все равно. Найдешь где-то, как говорится, у него та сторона, которая не заблокировала еще сатана. И можно подойти. За очередь я так и говорю. Вот я не... Советы-то туманные. Вот бывает, когда человек рядом, я его знаю. Ну, тут я уже конкретно прямо по болевым точкам могу сказать. А как это? О чем молиться? Я все, упреждая события, стараюсь проложить дорогу к сердцу через Бога. Богу все доверить, молиться и молчать. А где уже можно сказать? Пусть немного. Юноша, когда будешь спрошен, немного слов. Сирахов нам об этом говорит. Поэтому надо знать, что сказать. Учиться ценить. Вот сегодня они есть родители. Что мама там такая, ее не будет. Это все забудется. И ты поймешь, никто тебя так не любил, как мама. Она и ночью подойдет попроведать, может, и подоткнуть тебе одеяло, чтобы ты не замерзся. Ну и все такое. Есть хорошее выражение у Максима Горького. Без молока матери нет ни поэта, ни героя. Восточная мудрость говорит. Для матери на огне. Хотя бы ты в пригоршне приготовил еду. И тогда ты будешь должен. Пусть сирахов говорит. Вспоминай родильные муки матери. Больших мук нет на земле. Я ей обязан жизни. Поэтому все остальное, как бы не бывшее. Мимо иди. Если что-то бабушка где-то виновата, тоже выбери момент. Потихоньку поговори. Скажи, мама-то как заботиться о нас. Ну, то есть, как-то, если можно выстроить так, это все нужно. Что мать делает добро. Никогда не становись на счету стороны. Допустим, вот они между собой спорят. Ну, а ты-то не расположен к матери. А ты тогда на бабушкину сторону отца. Он никогда этого не делает. Я это делал. Неудократно. Это нельзя. Нельзя? Абсолютно нельзя. Вот даже думать об этом нельзя. И говорил, что вот, ну, говорил же, что жена должна слушать отца, там, что говорил матери. Теоретически так. Это общее. А конкретно к матери нельзя никак. Чтобы мать, а мать обязательно этого знает, и у ней будет негативное отношение к тебе. Поймешь, что ты закулисную какую-то там компанию строишь. Когда ссора, то лучше вздоле не вмешаться. Не вмешаться. Написано, хватает пса за уши в собаку, кто вмешивается в ссору. Запиши себе это. Тебе это интересно будет. Я сейчас посмотрю, где назову даже, где это написано. Вот. Что-то я не вижу. Подожди-ка. Притча Соломона, 26-17. Хватает пса за уши. 26-16, да? 17. 26-17. Притча Соломона. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Похоже? Видишь, как ты это знаешь. Ну, держи, больше никогда. А 2 Тимофея 2.23. Тоже запиши. От глупых... 2 Тимофея 2.23. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождаются в ссоры. А дальше, 24-й стих. Рабужа Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. А Лука 12.14. Еще Лука. Христос сказал человеку этому, кто поставил меня судить или делить вас? Кто меня ставил третейским судьей быть? Ну, когда в возрасте, это прилично сиди нам, а ты юноша. Притча 17.11. Еще запиши. Возмутитель ищет только зла. Поэтому жестокий ангел будет послан против него. Возмутитель возмущается. Вот. Притча 18.6. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Попадет тебе. И притча 20 глава, 30 стих. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Он прям по-своему будет. Видишь, сколько мы узнали, потому что тема пользительная для всех. Мне не подразлично это, потому что я живу с ними, и на меня очень вплывает. Постоянно, каждый день, что-то хочется поменять, потому что я живу с ними, и хочется как-то, чтобы все было спокойно, мирно. Менять не надо менять, это мы как бы занимаемся бегством, уже даже не убежали. А написано, чтобы об этом не думали. Там будет, куда уйдешь, еще хуже. Научить сценить то, что есть сегодняшнее, и благодарить Бога. Самое ценное место для нас там, где мы есть. Самый ценный человек, с которым мы сейчас имеем отношения. Вот вы для меня сейчас самый ценный во всей Вселенной. И самое драгоценное время, то, в которое мы живем. Прошедшее уже не наше, а будущее еще не наше. Поэтому цени то, что у тебя есть. Как бы было у вас там пять братьев, пять сестер, как у нас, тебе бы даже и в мысль не пришло. А ты один там между ними. Я у бабушки один, я у дедушки один. Если это тоже родителям наказание, один ребенок. Один ребенок, это тоскливо. Нет, у нас всего трое было. Но при вас рядом дома кто-то есть еще? Только я один. Ну вот, я про это и говорю. А вы бы так-то отвлеклись, друг, да еще вместе, если бы молились, это вообще замечательно было. А ты один, ты как-то поближе будешь, если бабушка дома, с ней в молиции. Как-то какая-то там неурядица, ты потихонечку туда уволокись к ней и начинайте молиться. У нас, Игнатий, как в семье получается? Матерь ходит в католическую церковь, отец ходит в киевскую патриархату, а я езжу в Тернополь, в московский патриархат. Хожен сам по себе, получается. Я скажу, что последний вариант твой самый хороший. Я знаю, что за церкви эти. Вот киевский патриархат, это Филарет Денисенко. Туда я не пошел никогда. Католики далеки от нас, хотя это церковь. А того вообще никто не признает. И он анафеме предан был. Это, я говорю, решение Синода. А патриархия, да, это хорошо. Хорошо. Там тоже трудиться надо. Требуются молодые силы. Заботиться о спасении. Нести свет Евангелия всем людям. Остерегайся, чтобы в какую-нибудь секту не свалиться, где священства нет. Так вот. Значит, мне найти наставника? Да, желательно, очень. Очень желательно. Потому что опыт у вас небольшой. Когда бы был большой опыт, вы бы сами были наставником. А опыта-то никакого нет. Поэтому посмотри там, какой такой, может, старец какой есть. Расскажи ему. Не на исповеди, а просто так. Батюшка, мне скажи, охота с вами по душам поговорить. Выберите время, примите меня. Вот об этом патриарх Кирилл говорит. Чтобы как-то у нас не богослужебное время, беседы были. Это должно так быть. Мне полетишь самому сказать? Конечно. А как он будет знать-то? Дитя не плачет, говорит, мать не разумеет. Это все вопросы. Больше нет. Все, тогда с Богом. Благодарю, что пришел. Спасибо. Храни Господь. Назовите еще себя по имени. Андрей. Я вам как-то звонил. Историк. Да, да, знаю. С Сиренополя. У меня этих Андреев уже с десяток, наверное. Ну, с Богом. Был бы ты Ануфий какой-нибудь там. Или Севастьян. Ты бы был один. А сейчас Володя, Саша. Это главное распространенные имена. Ну, с Богом. Спасибо. С вами. Слава, Христоin. Слава, Христоin. Слава, Христоin. Слава, Христоin. Продолжение следует...